коллеги добрый день с вами сергей наумовский в рубрике совет недели на канале автомаркетолог давайте сегодня поговорим почему в россии такие дорогие автомобили посмотрим как формируется цена на автомобиль из китая на примере бюджетного автомобиля джетта на выезде из китая автомобиль джетта стоит приблизительно 73 тысячи 200 юаней или 930 тысяч рублей нашими деньгами проезжает довольно большой путь около 10 тысяч километров и при въезде в москву начинает стоить 174 тысячи юаней или 2 миллиона 215 тысяч рублей давайте посмотрим из чего состоят эти суммы а суммы состоят вот еще 930 тысяч рублей это въездная цена автомобиля из китая 3000 рублей добавляется за таможенное оформление 300 тысяч рублей утиль сбор 140 тысяч рублей таможенная пошлина 7000 рублей акциз 215 тысяч рублей ндс 30 тысяч рублей оттс доставка 250 тысяч рублей и дальше маржа дистрибьютора около 145 тысяч рублей и маржа дилера около 195 тысяч рублей и вот что получается у нас въездная цена 930 тысяч рублей розничная цена в россии 2 миллиона 215 тысяч рублей дилеров часто винят в россии это они повышают цены из-за них цены такие высокие на самом деле цены высокие не из-за дилеров дилеры зарабатывают 7-10 процентов 5-7 процентов зарабатывает дистрибьютор вполне резонный доход более чем резонные учитывая расходы а вот государственные сборы которые почему-то как бы считаются нормальными они практически удваивают цену а давайте теперь посмотрим как в реальности можно купить автомобиль в китае смотри миллион 300 я еще это еще такая машина миллион четыреста вот такая вот машина стоит миллион четыреста двигатель тоже полтора литра 190 лошадиных сил гибридный давайте загоним вовнутрь посмотрим что у этой машины за миллион четыреста кожаный салон давайте посмотрим вы бы поменял ее на весту очень доступно коллеги и залито считаю что у нас электро ты все-таки патриот правда так алексей геннадьевич считает что веста да но весту нельзя поменять и голове когда да ну они рядом не стоят да вот мы снимаем эту машину я сейчас мне сяду посмотрю как не сидится ой в лес и уже лет и влездая в лес здесь не сайт атака люк очень хорошая машина на самом деле очень красивая здесь у нас эти коробочки очень красивая машина очень современная такая да да вот 1 и 6 миллиона рублей такая машина сто десять тысяч юаня где-то даже меньше родителей рублей полтора миллиона рублей сто десять тысячи лавров полтора миллиона рублей вот такая машина сточки для китайцев вот машина седан венуция значит эта машина стоит девяносто четыре тысячи и они то есть где-то миллион двести вот этом это тоже гибрид или это просто бензин а это просто бензин вот такая машина стоит это миллион двести давайте заглянем вовнутрь и посмотрим что у них за машину как выглядит машина изнутри земли он 200 укреподил салон какие-то хитрые вот за миллион двести вот можно купить такую машину сядем и посмотрим миллион двести ну что вы ну миллион двести дороговато я бы живем семьсот семьсот пятьдесят в базарный день я бы сказал ну вообще не просидеться нас люком у нас на 800 пойдет до 800 пойдет до нормальная машина очень хорошая машина очень хороший обзор с водительского сиденья очень эргономичная машина очень приятно сидеть сидеть и хорошая машина мне понравилось и вот мы видим что в китае достаточно продвинутый автомобиль стоит менее двух миллионов рублей миллион шестьсот миллион восемьсот тысяч рублей в китае можно купить прекрасный замечательный автомобиль наши китайские партнеры иногда говорят о какие вы молодцы вы так зарабатываете много на автомобилях ничего мы не зарабатываем на автомобилях государство добавляет эти 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 сборы и в результате автомобилей становится дороже для чего эта информация мы как автосообщество собравшись вместе должны лоббировать правительство о снижении этих сборов например утиль сбор на что он идет идет ли он действительно на какие-то программы которые поддерживают российских автопроизводителей или нет вот это вопросы которые необходимо решать эта информация поможет нам как автосообществу заниматься решением этих вопросов